60-летняя Лариса Гузеева начала худеть в оздоровительном центре. Звезда Первого канала сообщила, что ей удается сбрасывать лишний вес в рекордные сроки. Телеведущая сейчас находится в специализированной клинике, которая расположена на берегу Финского залива. По словам Гузеевой, для нее это место силы. Артистка намерена сильно похудеть, для чего обратилась за помощью к специалистам. После первой недели пребывания в клинике Лариса Андреевна заявила, что сбросила 3 килограмма. А она не намерена останавливаться на достигнутом. Актриса фильма «Жестокий романс» решила поделиться с поклонницами секретом такого быстрого похудения. А она уверяет, что не придерживается строгих диет, потому что многие традиционные способы ей не помогают. «Дорогие мои, я сбрасывала вес на голоде, и набирала в два раза больше, это порочная система. Ешьте и худейте, я давно не была такой довольной и счастливой», — похвасталась Гузеева. Некоторые фоловеры отнеслись к совету ведущей шоу «Давай поженимся». С подозрением, они усомнились в искренности ее слов. «Сколько вам заплодили», — поинтересовался молодой человек по имени Святослав. Лариса Андреевна эмоционально отреагировала на вопрос подписчика. «Тебе столько не заплатят. Надо хорошо учиться и хорошо и много работать, а не пастись на страницах взрослых известных людей, считая их доход». «Понял, щенок», — написала звезда. Еще одна девушка с укором заметила, что лучшая диета — это употребление сырых овощей и фруктов. «У меня самая красивая внешность. Как у Брукшилдс, голубой лагуне, потому что я всегда только на сыроедении и не пользуюсь косметикой», — заверила она. Гузеева в ироничном ключе ответила подписчица, «поэтому у вас закрытая страница, и мир о вас не знает», — съязвила ведущая. Недавно актриса оказалась втянута в скандал с Гариков Харламовым, отказавшись принимать его извинения за неудачную шутку. На днях Гузеева призналась, что сбежала из столицы от соблазнов, чтобы быстрее похудеть. До отъезда звезда вместе с мужем сходила в магазин одежды. Лариса Андреева пристыдила супруга перед молодым продавцом.